Первый полноценный тренировочный день провели сегодня участники республиканского конкурса «Лучший призывник». Но в отличие от вчерашнего вечера, их не брали в заложники, не заставляли выбираться из-под газовой атаки, им не устраивали растяжек. В палаточном военно-полевом лагере сегодня навыком работы спецподразделений ребят обучал Сыктывкарский ОМОН. Оружие, спецсредства и тактика введения боя. Для будущих призывников это была уже не экскурсия, а рабочий инструктаж. Максим Васильев продолжит. Лучший призывник это не конкурс на знания АЗОВНВП или решение математических задач. В военно-полевом лагере все по-взрослому. Практически круглосуточные тренировки, срога подчинения приказам, боевые дежурства. Они даже спят практически на голой земле, как спартанцы. Впрочем, сложно только на первый взгляд. Как сказал Суворов, тяжело в учении, легко в бою. И условия, честно говоря, ну, мне как человеку, служившему в армии и в отряде милиционального значения, и условия вполне, так сказать, ну, как на отдыхе, в общем-то. И кто в армии служил, знает, что условия бывают гораздо-гораздо суровее. Поэтому я думаю, что ребята здесь получат некий такой запал, заряд, и им будет, ну, проще. Мой мой попал в окно, оттуда это сто процентов он уже не вылезет. Бойцы Сыктывкарского ОМОНа на восторженные мальчишеские возгласы реагируют по-военному спокойно и рассудительно. Сейчас эти ребята не сторонние зеваки, а вполне вероятно будущие их коллеги. Поэтому и разъясняют им все детально. Вплоть до мелочей, например, какую точку выбирать на теле противника для большей точности, или как правильно вешать на шею автомат и под сумок. Конкурс действительно очень интересный, очень много нового для себя познаем, как в тактике, физическую подготовку улучшаем свою. Ну и, несомненно, это большой плюс для того, чтобы нам было легче потом уже в будущем в армии. В армию каждому из этих ребят уже этой осени. Ни страха, ни упреков, ни просьб о помощи. Все задания они выполняют плечом к плечу. Ребята уже даже за этот день успели за первый погонять. И ночью они вставали тут на тревогу. Поэтому условия приближены к боевым. Но, исходя из того, что никто еще домой не попросился, значит, ребята попали действительно крепкие, правильные. И я надеюсь, что последующие два дня для них пойдут интересно, и они много чего научатся. Завтра у бойцов решающий день. И пусть тренируются они почти всегда в команде, призовые баллы – сугубо индивидуальная статистика. Победитель получит не только деньги, а еще и возможность служить в элитных войсках, в каких захочет. Максим Васильев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Карткировский район.